Великая Отечественная война Великая Отечественная война Унесла жизни 26 миллионов людей От Москвы до Берлина 2600 километров Если мы с вами соотнесем количество жертв На расстоянии, которое я только что сказала То мы можем с вами представить Что на один метр земли приходится 10 убитых людей Ни одна война не знала такого количества жертв Которые были в годы Великой Отечественной войны Наша с вами задача рассмотреть Что же происходило в апреле 1945 года То есть что происходило в нашей стране Ровно 75 лет назад 16 апреля 1945 года Началась Берлинская наступательная операция Берлинская наступательная операция Одна из стратегических операций Советских войск На Европейском театре военных действий В ходе Второй мировой войны Берлинская наступательная операция Длилась 23 дня С 16 апреля по 2 мая 1945 года В результате Берлинской наступательной операции Удалось взять Берлин Что привело к безоговорочной капитуляции Германии Итак, сегодня мы с вами рассмотрим События Берлинской наступательной операции С 20 по 25 апреля 1945 года А также более подробно поговорим О союзнической встрече Которая произошла на реке Эльба 25 апреля 1945 года Для начала нам необходимо разобраться Какая же была цель Берлинской наступательной операции А целью операции было взятие города Берлин Которая позволила бы советским войскам Открыть путь с союзниками на реке Эльби И не позволила таким образом Гитлеру Затянуть Вторую мировую войну На более длительный срок Нужно сказать о том Что в этот период Военной операции Принимали участие два советских фронта Это Первый Белорусский фронт И Первый Украинский фронт Задача Первого Белорусского фронта Задача Первого Белорусского фронта Заключалась в том Чтобы овладеть столицей Германии То есть городом Берлином А также через 12-15 дней операции Выйти на реку Эльба Задача Первого Украинского фронта Заключалась в том Чтобы нанести рассеивающий удар Южнее Берлина Изолировать главные силы Группы армии Центр От берлинской группировки И тем самым обеспечить с юга Главный удар Первого Белорусского фронта А также разгромить группировку противника Южнее Берлина И оперативные резервы В районе Котбуса За 10-12 дней Не позже Выйти на рубеж Белец-Веттенберг А также По реке Эльби Дойти до Дрездена Штурм Берлина Начался 16 апреля В 3 часа ночи При свете прожекторов Полторы сотни танков и пехоты Атаковали оборонительные позиции немцев Ожесточенная битва велась 4 дня После чего силами Трех советских фронтов И войск польской армии Удалось взять город в кольцо В этот же день Советские войска Встретились с союзниками на реке Эльби В результате 4 дней боев Были пленены Несколько сотен тысяч человек Уничтожены десятки бронетехники Однако, несмотря на наступление Гитлер не собирался сдавать Берлин Он настаивал на том, что город должен быть удержан Во что бы то ни стало Гитлер отказался от капитуляции Даже после того, как советские войска Подошли вплотную к городу Он бросал все имеющиеся человеческие ресурсы Включая детей и стариков На поле военных действий 21 апреля Советская армия смогла выйти На окраины Берлина И завязать там уличные бои Немецкие солдаты Сражались до последнего Следуя приказу Гитлера Не сдаваться в плен 25 апреля 1945 года В 13.30 по московскому времени В районе города Торгол на Эльби Произошла встреча Советских и американских войск Легендарная встреча на реке Эльби Стала высшей точкой Союзнических отношений Антигитлеровской коалиции 29 апреля Советские солдаты Начали штурм здания Рейхстага 30 апреля На здании был водружен советский флаг Война закончилась Германия была побеждена В ночь на 9 мая Был подписан акт О безоговорочной капитуляции Германии Берлинская операция Положила конец Великой Отечественной И Второй мировой войны В результате стремительного наступления Советских войск Германия вынуждена была сдаться Все шансы на открытие Второго фронта И заключение мира с союзниками Были разорваны Гитлер Узнав о поражении своей армии И всего фашистского режима Совершил самоубийство Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...